Всем здравствуйте! У нас продолжается разговор про разработку на питончике. У нас сегодня тема, которая называется, длинным словом, интернационализация и локализация. Прежде чем начать с этой темы, хочу заметить, что я допустил некоторую тактическую ошибку, в чтении лекций. Дело в том, что у меня есть репозиторий с примером семестрового проекта. Это такой нано-проект, совершенно бессмысленный. Зато он оформлен более или менее в стиле, который требуется от семестровых проектов. И поскольку он оформлен в этом стиле, на нём же применены, будут применены, потому что я его сейчас поправлю ещё к будущим лекциям, на нём же применены те инструментарии, которые мы с вами сейчас изучаем. И на самом деле именно туда имеет смысл смотреть, потому что проект рабочий, он ничего интересного не делает, он рисует вот такое окошко, где можно выводить дату и календарь с некоторыми вариациями. В общем, представляет собой нулевого размера практически семестровый проект, в котором зато есть всё остальное. Вот, здравствуйте, Димка, Димка, видите, вот у нас один постоянный слушатель появился. Нет, это readme.md. Документация на сфинксе, она не опубликована, она генерируется в этом проекте. Давайте, кстати, это посмотрим, раз уж мы с вами в прошлый раз. Ну, в смысле? Это просто картинка. Ну, маркдаун. А может быть, это, кстати, не маркдаун, а рест. Давайте посмотрим. Это может быть рестракт черед текст, тогда он на нём может, как известно, всё что угодно сделать. Вот, давайте мы сейчас запустим терминальчик, заберём ключик, вот. Вот, перейдём вот сюда. Помогаем старый проект. А, зачем помогаем? Сейчас поправим прямо туда и зайдём. Great Project он называется. Вот. All read to date. Давайте посмотрим, как там readme. Там есть и такой readme, и сякой readme. Вот. Это значит, что тот readme, который смотрим, это всё-таки маркдаун. Вот. А тот, который реструкчивает текст, будет включён в документацию и потом, впоследствии, в паспорт, паспорт модуля, который мы будем публиковать на PyPay, на PPP. Вот. Так что это всё-таки маркдаун. Ну, давайте посмотрим, как устроен маркдаун. Это не так страшно. В принципе, вы можете в своём задании... Это типичный маркдаун, да. Ну, что тут такого? Вот. Вы можете в своём задании делать то же самое. Если помните, от вас потребовалось это сделать чуть ли не в самом начале, сделать этот самый... Как его фамилия? Проект технического задания. Вот. Ну, вот. Вы просто не говорили, что вы должны быть в каком виде? В каком виде? Ну, там было написано, что нужны картинки. А картинки обычно бывают в единственном возможном виде, в виде картины. Мы просто прямо в папку на территории сделали, на территории, в которой это всё решили. Ну, в смысле? Это один файл. Ну, у вас нет. И картинка. Ну, нет. Ну, всё нормально. Это совершенно неважно. Вот по заданию домашнему к прошлой лекции нужно было как раз сделать так, чтобы эту документацию можно было посмотреть. Вот. Как-то опубликовать. Вариантов много. Любой из них вы выбираете. Ну вот. Значит... Надо было сказать update –d. Да. Вот. Вот. Давайте попробуем собрать документацию. Здесь я чуть-чуть забегу вперёд, просто загляну в файл, в котором всё это автоматизировано. У нас будет целая лекция про автоматизацию и оркестрацию. Она даже будет неполная, потому что проблема гораздо шире, чем то, что я смогу рассказать. Вот. Ну, давайте посмотрим, с помощью какой команды собирается у меня документация. SphinxBuild –mhtml, docsBuild. Всё очень просто. Вот. Вот этот пример с документацией. Вот у нас есть где-то тут в разделе docsBuild должна быть эта самая документация. Нет. А где? А как я сказал? А, в билде. Да. У нас указан отдельный каталог, в котором всё собирается. Он называется build. И вот туда же он. Во. И выглядит она примерно вот так. Ой. Не на ту кнопочку нажал. Там будет страшный совершенно внешний вид. Дело в том, что на моём компьютере, как вы видите, я предпочитаю вот такую вот палитру. Вот. И поэтому на моём компьютере… Ой! Да что ж такое? Графический интерфейс TK Inter перекрашен вот в такие же цвета. Это выглядит слегка, слегка крипово, но… Ну, терпите. Вот. Да, значит, build, HTML, index.html. Вот. Вот смотрите, вот примерно как это выглядит. Вот этот тот же самый Redmi, только уже с подложенной картинкой, скриншотом страшного цвета. А вот к нему техническая документация, сгенерированная по имеющимся функциям. Вот. Она ещё и слегка на русском сгенерирована. Это этот самый Sphinx обнаружил, что язык русский в проекте указан. И поэтому такие вещи, как описание, он писал на русском. Вот. Примерно так это выглядит. Напоминаю, что тут ещё есть, пожалуйста, какие-то ссылочки. Вот весь модуль, вот классы. А, это ссылочки на классы внутри. Напоминаю, что по этой фигне по всей работает поиск. Вот. Желоскриптовый, который генерится из этого самого. Ну, вот это такой долг за прошлый раз. У нас есть проект, на котором мы можем тренироваться, подглядывать и всё такое. Значит, теперь возвращаемся к нашим баранам, к интернационализации и локализации. Значит, обратите внимание вот на эти четыре символа И18Н. Людям, которые используют английский язык, где слова в среднем короче, чуть ли не на треть, очень лень произносить слово и писать пальцами слово интернационализация. Поэтому они пишут и дальше ещё 18 букв N. Так что, если вы увидите и 18N, и L10N, это как раз интернационализация и локализация. Такие дела. Димка, Димка интересуется, что за среда рабочего стола. Это не среда рабочего стола, это наборный рабочий стол, где винду менеджером является ЦТВМ. Я думаю, что никто, кроме меня, уже его не использует вообще. Ну или, может быть, за исключением нашего системного администратора факультетского. А все остальные приколы, типа вот этого меню, вот этого и всего остального, это дополнительные утилиты, коих ещё десяток я использую для своего рабочего стола. Но это совершенно автопик полный. Напоминаю, что на самом деле с этой темой те из нас, кто в прошлом семестре тоже был на наших спецкурсах, с этой темой мы встречались. Вот она. И это тот же самый инструмент, который называется гнугит текст. Мы будем пользоваться им же. Но будем пользоваться им плюс довольно мощной питоновской обмазкой, которая называется бабель. Отношение к известному писателю это не имеет, кажется, никакого. Бабель, это слово Вавилон, смешение языков. Вообще очень любят проекты, связанные с переводом, называть словом Вавилон, Бабель, вот это всё. Потому что, значит, смешение языков. Ещё хочу похвастаться, что эту лекцию первый раз на наших курсах, на курсах разработки как раз под Линукс, прочитал Андрей Черепанов, который сотрудник нашего базальта. Он очень давний член Линукс Тимон, сотрудник базальта СПО. Он долгое время курировал сообщество русских переводчиков КДЕ, по крайней мере тогда ещё. И даже у этой лекции есть конспект. Напоминаю, лекцию читал Андрей Черепанов. Конспект изящно иллюстрирован фотографиями вот такого человека. Это не Андрей Черепанов, как вы можете догадаться. Вопросы к тому, кто фотографировал. Я в это время, значит, вот этот человек в это время стоял и наблюдал таким образом. Вот в такой вот поиске. Теперь о процессе в целом немножко бла-бла. Как я уже сказал, есть два, два действия, два процесса. Один называется локализация, другой интернационализация. Значит, на самом деле они в обратном порядке идут обычно, потому что, сейчас скажу почему. Потому что, прежде чем, очень грубо говоря, переводить ваш программный продукт, скажем, на русский язык, вы должны адаптировать исходные тексты вашего программного продукта таким образом, чтобы их вообще можно было переводить на русский язык. И это, собственно, не супертривиальная задача, хотя, конечно же, и не сложная. То есть, сначала нужно интернационализировать исходный код вашего продукта, а потом уже вставлять туда какие-то местно-специфические или языково-специфические данные. Смотрите, вы можете изначально все писать на русском. Кстати, документацию переводить не надо. А вот сообщения, которые у вас выдаются, переводить надо, интерфейс переводить надо. Если вы пишете изначально на русском, значит, процесс интернационализации будет у вас чуть-чуть более сложный. Вам по-хорошему надо запасти все сообщения, которые были на русском куда-то, перевести их на английский, в исходном тексте пускай сообщения будут на английском. Зато процесс локализации окажется более простым, потому что вы просто подсунете эти сообщения в соответствующий файл. Надо сказать, что понятие локализации на самом деле довольно развесистое. Это далеко не только перевод и далеко не только сообщение. У вас даже в вашем продукте есть вот такое количество объектов, которые требуют локализации. Это сообщение, это размеры оформления интерфейсных элементов. Например, интерфейс может быть устроен сообразно языку right-to-left, а не left-to-right. Слава богу, никто не требует, чтобы up-to-down был интерфейс, как в монгольском языке. Хотя такой тоже бывает. Изображение. Изображение тоже надо переводить или, скажем так, культурно атрибутировать. Во-первых, потому что на изображениях могут встречаться надписи, которые стоит перевести. Во-вторых, на изображениях могут встречаться культурно атрибутированные вещи. Типичная классическая ошибка недоперевода, вернее недолокализации – это какие-нибудь американские дорожные знаки. Как известно, на американских дорожных знаках очень любят писать надписи на американском языке. И они очень узнаваемые, но только людям, которые ездят по американским дорогам. Людям, которые ездят по европейскими дорогам, они узнаваемые меньше. В общем, понятно. Переводить, то бишь, локализировать надо управляющие клавиши. Потому что, как вы понимаете, для записи нажмите Ctrl W или что-нибудь вот такое. Это немножко странновато звучит. Вообще все параметры, которые чувствительны к локали вашей. Локаль – это автоматически поддерживаемые форматы всевозможных данных. В первую очередь даты, представление чисел, денег и так дальше. Их тут в количестве. Если вы, например, выводите вещественное число, то знайте, что в разных языках вещественных числах может быть запятая, или точка, или пробелы, или еще чего-то. В общем, 20. Ну и денежные единицы, например, у кого-то рубли, например, у кого-то доллары. Всевозможные ссылки на внешние уже ресурсы, техподдержка, сайт, все вот это. И еще иногда шрифты с собой надо носить специально. – А вы понимаете, что сегодня речь будет идти об автоматизации? – Нет, только вот этого. Сегодня речь будет идти только о переводе сообщений, потому что… – А автоматически? – Да, ну как автоматически? – Ну то есть, чтобы они не… – Да, одновременно. – Да, ну да, конечно, конечно. Вы просто предвосхищаете последующие изложения. Вот. Помимо кусочка из вашего программного, из исходного текста, будут еще сама электронная документация, раздатки, шаблоны, бумажка. Вот, короче, все, что не имеет отношения к программам, но тоже нужно переводить. Как видите, фронт работ здоровенный. Вот. Мы с вами ничем из этого заниматься не будем. За исключением того, что мы научимся переводить сообщинки и, как это сказать, переводить картинки. Потому что перевод картинки – это просто перевод той строки, где лежит файл с картинкой, в другую строку, в которой написан другой файл с картинкой. Что еще может понадобиться при локализации? Есть такая штука, как общие словари. Одно время было очень модно создавать такие community-driven проекты, в которых бы синхронизировалась терминология. Прям вот для всех. Но что-то они захерели. То ли непонятно почему, на самом деле. Никакого общего перевода терминологии нет. Я лично пытаюсь придерживаться условного перевода из Википедии. То есть берем две странички из Википедии и смотрим, как одни термины соответствуют другим. Это единственный простой способ, скажем так, самый массовый. То есть люди, которые читают что-то околонаучное, полезут в Википедию и там увидят этот термин. Гораздо более актуальная задача – это так называемая память перевода. Память перевода – это когда вы переводите большой проект командой. И не дай бог у вас несколько человек или эти несколько человек – это вы просто. Вы один кусочек перевели в сентябре, а другой – в мае. Не дай бог вы рассинхронизовались в терминах. Будет довольно тяжело потом всё понять это. Поэтому очень хорошей идеей является сохранение переводов в отдельных каких-то общих словарях и потом их подключение. Мы, кажется, даже говорили про это полгода назад, в прошлом семестре, что памятью перевода может быть просто некий словарь с отсутствующими на нынешний момент сообщениями в вашем проекте. А когда появится похожее, то там приедет фазе перевод, и вот вам память перевода. Фазе перевод – тоже очень важный инструмент. Мы с ним тоже встречались полгода назад. Фазе или нечёткий перевод – это ситуация, когда у вас перевода данной сообщеньки нет, но есть перевод очень похожей сообщеньки, близкой просто по словарному, по редакторскому расстоянию, близкой к тому сообщению, которое было. Если такое есть, то можно напомнить переводчику, сказать, вот ты не записывай, пожалуйста, один в один то, что мы тебе предлагаем, но имей в виду, что был перевод похожего сообщения, быть может, это тебе понадобится. Ну и множественные формы, когда у вас один крокодил, два крокодила, опять уже крокодилов. Потом 101 снова крокодил или 21 снова крокодил, 22 крокодила – множественные формы. Вот эти вот инструменты так или иначе вам понадобятся при переводе. Существенно реже используются всякие такие хитрые, например, привязка к полному корпусу и выявление слова «форм». Я, честно говоря, не видел таких проектов живьём, кроме специальных извращенческих. Ну и какой-то искусственный мозг при переводе. Естественный мозг применяется ещё реже, к сожалению. Это что касается того, что вам может понадобиться, когда вы занимаетесь переводом проекта. Локализация. Тема, которую я не затрону, но обязан упомянуть – это централизованные проекты по переводу. Значит, их, в общем, очень много. Реально много. Я даже нашёл парочку проектов, которые написаны на питоне, которые можно прямо установить. Это проект Localize, на котором сообщество Mozilla занимается переводом. И проект V-Blade, Continuous Localization. Понятно, у вас есть некоторые репозитории с переводом. Вы постоянно туда что-то переводите. Сам я участвовал в каком-то другом онлайн-переводчике, но он уже проприетарный. Это просто такой сервис. В общем, таких инструментов много. Они вам могут понадобиться в случае, если вы затеиваете какие-то реальные языковые игриши довольно надолго. Скажем, у вас проект с сопутствующей документацией, с ещё чем-то. И всё это должно быть на многих языках. Тогда, конечно, надо использовать какой-то из этих порталов. Теперь, собственно, как происходит локализация, это к тому вопросу, который задавал Алексей. Самый простой и тупой вариант, который я не рекомендую использовать ни при каких условиях, это когда вы берёте программу и просто переписываете в ней сообщение с английский на русский. Этот вариант, разумеется, я такой вариант встречал в 90-е и 80-е годы очень часто. Программы под DOS так переводились. Там главная проблема состоит в том, что поскольку нет никакого инструментария вымерения, отмеривания, допустим, метрик, вычисления метрик, то вам приходится иногда переводить интерфейсы, пытаясь вставить, допустим, одинаковое количество букв. Вот вместо слова close, закрыть какой-нибудь безгласно, или что-нибудь такое, или закрыт точка. Вот такой вот открыт, закрыт, шпакл, рым и грыл, это типичная ситуация, когда вы занимаетесь переводом просто один в один. Ещё один интересный, практиковавшийся в конце 90-х, начале нулевых инструмент перевода, когда вы говорите, у вас есть некое сообщение с идентификатором, и вы её переводите на язык с идентификатором. То есть вместо того, чтобы в вашей программе встретилась конкретная диагностика, там ошибка номер такая-то. Этот инструмент был популярен при всякой закрытой пропоритарной разработке, потому что в таких разработках часто используются какие-то специальные инструменты, и программист на самом деле видел, чему равно это Iron Message. То есть вы пишете программу и знаете, что вместо Iron Message там будет, как это, когда вы перестали пить коньяк по утрам или что-нибудь в этом духе. Вот. Человеку, который пришёл в проект, хочет вам помочь, например, с переводом, конечно, неудобно глядеть на идентификаторы вместо реальных сообщений, поэтому третий вариант, который мы с вами и будем использовать, это локализация по примеру, когда идентификатором сообщения является само сообщение на каком-нибудь первичном языке, например, на английском. Вот это и есть идентификатор вашей сообщения. У этого метода есть очевидные достоинства, два очевидных достоинства, что, во-первых, вы пишете программу, в которой просто эти сообщения встречаются, и она уже работает, ну, точнее, вот так встречаются. Вот эта функция подчёркивания традиционно и есть функция перевода. А второе достоинство состоит в том, что вы, по крайней мере, понимаете, что на что переводить, вы можете определить контекст, в каком контексте встречалось сообщение и понять, каков и перевод. Вот здесь это второй уровень косменности введён. Некоторым недостатком вот этой тактики является то, что у вас может одно и то же слово в разных местах вашего, или одно и то же словосочетание, в разных местах вашего программного продукта означать разные. Например, слово «сейв» может означать «сохранить», а может означать «безопасно». «Безопасно» — «сейв», а «сейв» — это значит «сохранить» в плане «оставить». И вот таких штук, я думаю, вы в плохо переведённых программах видали в количестве. Там иногда на кнопочках такие надписи. Заходишь в какое-нибудь, не знаю, сообщество в Телеграме под названием «Адовый УИКС». Примерно 10% «Адового УИКС» — это волшебные переводы автоматически. Но в чём некоторая полезная фишка этого недостатка? Если вы видите, что в вашей программе есть одинаковые слова или одинаковые словосочетания, которые означают разные, то лучше их поменять. Потому что обязательно найдётся человек, который поймёт неправильно вас. Даже вне всякого перевода. Именно так. Вот. Значит, теперь давайте, бла-бла, мы заканчиваем потихонечку. Проект, про который мы говорим, это, собственно, под капотом. Там будет GitText. Тот самый GitText, который у нас был в лекциях по переводу. При этом поддержка GitText встроена в Python. И есть некоторая методичка по тому, как с помощью GitText переводить в Python программу. То есть мало того, что это встроено в Python, мало того, что сам инструментарий встроен в Python, в документацию по Python встроено также и руководство, как переводить с помощью GitText. Вот. И мы будем пользоваться именными. Но вокруг GitText есть довольно развесистый, причём не только GitText на самом деле, развесистый инструментарий под названием Babel, который позволяет упростить и автоматизировать процесс создания локализованного программного обеспечения, если оно уже интернациализировано. То есть перевод делаете вы, интернациализацию делаете, разумеется, вы. А вот дальше вся локализация уже более-менее автоматически приезжает на нужный язык. Вот. Если мне не изменяет память, Бабель умеет работать не только с GitText, но мы с вами будем именно GitText. Что в Латехе умеет, да? А нет, там другой Бабель, это не он. Это не он, да. Я же говорю, очень любят называть многоязыковые проекты по именем Вавилонской башни. Это совсем другой Бабель. Вот тут немножко инструментов, которые этот Бабель с собой приносит. Давайте мы сейчас что-нибудь такое попробуем посмотреть. Первым делом надо интернационализировать нашу программу. Эта штука у нас будет работать шпаргалкой, А мы будем, возьмем другой, сделаем… Тут, правда, у меня уже… Ну, хорошо. Вот это транс. Да ёлки-моталки. Вот. Давайте попробуем просто сделать вот так вот. Ну, скажем, сказать, как толка сердце. В этом каталоге напишем программу. Давайте посмотрим, что у нас тут. Ох, что за извращение. А тут какое-то мелкое извращение, да. Сейчас. Значит, ну вот давайте напишем какую-нибудь программу. И да вообще давайте от восьми до одного, до нуля. Вот такая вот, такая вот забавная штука. Вот. Ну-ка. Сейчас. Мы сюда будем ставить Бабель. Давайте мы сделаем Пепенф. Что я сделал неправильно. А. Вот. Значит, что-то я вот не уверен, что это правильный предлог в случае… Ну да ладно. Ой, а почему пять-то? Надо было И сказать. Вот. И. Вот. Да. Значит, сейчас чуть поменьше сделаем. Вот. Ой. Да. Значит, первым делом, мы будем ставить Бабель. первым надо произвести над нашим текстом интернационализацию. То есть, придумать функцию под названием вот такую. Прямо её сделаем сейчас. DEVM от string return string. И все строки, которые мы хотим перевести, обмажем этой функцией. И это можно сделать вполне себе автоматически, например, или полуавтоматически спрашивать у пользователя, хочет ли он обмазывать каждую очередную строку переводом или не хочет. Пока всё работает. Вот. Значит, потом вместо функции подчеркивания мы будем вызывать специальную функцию getText, который, собственно, будет заниматься переводом. Вот. Обратите внимание на... Да? Как эта организация работает с какими-нибудь названиями или ссылками, которые переводить по факту не надо? Не переводите их. Всё просто. Смотрите, вот вы автоматически или не автоматически расставляете вот такие... заменяете строки на вот такую конструкцию. Да? В тех местах, где не нужно перевода, не заменяйте. В тех местах, где вы не знаете, нужен ли перевод или нет, заменяйте и не переводите. Он будет просто выводить исходный. Такое тоже вполне возможно. Ручной работы всё равно много. Интернационализация – это ручная работа. Вы должны принять решение, что вы переводите, а что нет. Более того, обратите внимание на то, что в питоне появились такие штуки, как f-string, и они не переводятся. Их нельзя нормально перевести. Потому что к тому моменту, когда вы сформировали f-string, он не равен вот этой константе. Он другой. Он динамически формируемый. Поэтому в тех местах, которые вы хотите переводить, не пользуйтесь f-string, пользуйтесь методом .format, который делает ровно то же самое. Или пользуйтесь вот таким извращением. Но зачем пользоваться извращением, я, честно говоря, не понимаю. Вот. Видите, да, он ходит к инспекту, в инспекте находит эту f-string, и оттуда её вызывает перевод. Ну, такое. Нельзя вообще сделать... Вы вызываете у нас вообще просто отдельные папки, все элементы, которые входят в понятие окружения для одного характера. Так у нас и будет. Это будет именно так. Речь идёт сейчас об идентификаторах ваших сообщений. Помните? У нас сообщения могут быть вот такие непонятные, а могут быть вот такие понятные. Именно их мы и будем сейчас переводить. Сейчас мы занимаемся не переводом. Сейчас мы занимаемся интернационализацией, подготовкой исходного текста нашей программы к переводу. Вот. Давайте, давайте, значит, попробуем сделать, поставить бабель. Обращаю ваше внимание на то, что я его ставлю с ключиком D. Это development-зависимость. Бабель не нужен при эксплуатации, он нужен только для организации, для формирования таблички с переводом. Для эксплуатации нам понадобится get-текст, а он является частью питона. П-бабель-экстракт. Экстракт. Ему экстракту надо сказать, как выглядит функция перевода. И он вытащит из вашего исходного текста все параметры функции перевода. Собственно, все переводимые вами сообщения. Давайте посмотрим, как он должен выглядеть. Значит, во-первых, ему надо сказать, какой у него keyword. Давайте попробуем сначала без параметров. Ну, output file specified. Минус O. Что у нас там? Prog.pot. О, нашёл. Видите, P-бабель даже умеет находить сразу подчёркивание. Помните, нам приходилось в C какие-то define делать, ещё что-то. Здесь для того, чтобы get-текст вытащил соответствующую функцию. P-бабель знает про то, что подчёркивание – это перевод. И он сформировал под файл этот самый горшочек. Вот. Это translation template. То есть это штука, которая потом будет копироваться в те языки, на которые вы собираетесь переводить свой программный продукт. Вот. И вы будете в ней заполнять. Заполнять. А именно защищённые классы тоже будет выглядеть как что-то, что надо выглядеть? Нет, конечно. Защищённые классы не начинаются с подчёркивания скобка. А, подчёркивание скобка. Да, да, да. Смотрите. Вот я не зря запустил вот здесь вот сначала минус-минус help. Вы ему можете сказать, какие ключевые слова являются идентификаторами вызова функции. Ну, когда являются функциями. Вот. По умолчанию он знает, что гидтекст является такой функцией. Подчёркивание является такой. Да, 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 да. Даже никакая нерегулярка. Поскольку этих слов с гулькин нос, там их просто несколько штук. Подчёркни гидтекст и какой-нибудь энгидтекст. Всё. Вот. Ну вот. Смотрите. Значит, итак, мы вытащили все сообщения из нашей программы. Обратите внимание на вот это. Это значащий комментарий. Такие вещи удалять нельзя. Вот. Он подсказывает, в каком месте вашей программы было найдено это сообщение. Вот. В более сложных случаях, о которых мы не говорим, вы можете даже указать несколько разных контекстов. Как раз для того, чтобы одно и то же слово переводилось по-разному. Но это, как я уже говорил, это не рекомендуется. Следующий акт работы нашего интернационализации, это всё ещё не локализация, это создание уже прототипа перевода. Давайте попробуем опять же сказать ему init-help. Вот. Ему нужно указать так называемый домен. Домен – это всего лишь название контекста. Обычно он совпадает с названием вашего программного продукта. В прошлом году мы говорили, если вы пишете утилиту прямо для Linux, то домен очень важен, потому что он не должен пересекаться с остальными доменами. В нашем случае, скорее всего, мы будем носить переводы вместе с Python модулем, поэтому домен может называться как угодно, но хорошим тоном является называть домен по имени вашего программного продукта. Модуля, который вы переводите программы, вот это всё, значит, –init –d, ну, скажем, prog, –i prog.pod, –outputdir, ну, скажем, po, и –outputfile, соответственно, ru.po, и –local.ru. Вот это домен. Вот. Единственное, что он мне что-то не создал. А почему он мне ничего не создал? А может, там равно надо писать? Нет. Что не так было? Чем ему не понравилось? Носочный файл в директоре. Ничего не понял. Давайте сделаем козер по. Что я сделал не так? Давайте попробуем чит. А, я не сделал… Да, мне нужно O писать. Вот. О. Только он называется prog.po. Да. Это плохо. А, нет, всё-всё-всё-всё правильно. Да, зря я сказал ru.po. Всё хорошо. Смотрите. Итак, параметры. Назмание домена. Он будет называться prog. Вот. Входной шаблон, который у нас генерировал экстракт. И указание локали. Всё. Значит, как видите… Уникальный идентификатор того контекста, в котором лежат переводы. Больше ничего. Чтобы можно было в случае, если вы действительно напоролись на ситуацию, где одни и те же словосочетания переводятся по-разному в разных контекстах, сделать два контекста. Да. Вот. Смотрите сюда. Вот. Это так же, как в прошлом семестре, я уже говорил только что. Вот. Я уже только что говорил, что если вы пишете системные приложения, скажем, на сей, то у вас могут быть конфликты доменов, у вас домены все должны называться по-разному, иначе он туда просто полезет. В нашем случае такой строгой, такой строгой зависимости нет, потому что мы будем таскать с собой вот эти переводы в каталоге, где вас приложенька устанавливает. Да, ну да, вот. Мы пронинциализировали перевод на русский. Вот этот перевод на русский. Давайте в него заглянем. Никак. Ну что такое качество перевода? Ну, если там вообще какие-то фигнируют бабельное дело. Нет, в смысле бабель. Бабель ничего не перевозит. В смысле, в результате интернационализации, ну, как бы, вышло что-то несуразное. Результат интернационализации – это ручная, как вы помните, работа. Да? Что значит качество? Что значит несуразное? Я не понимаю вопрос. Перевод словарных фраз пишут переводчики. Какой словарик? У нас был в прошлом семестре пафосный проект. Ребята решили задействовать Google-переводчик для перевода. Апи у Google-переводчика – это автоматический. Апи у Google-переводчика было такое, что они поняли, что их проект будет посвящен тому, чтобы задействовать Google-переводчик для перевода и больше ничему. Потому что на больше их не хватило. Зато у них был перевод их тестового приложения из трех, что ли, сообщений на все языки, которые предлагает Google-переводчик. Нет, конечно, переводчики обычно занимаются переводом, иначе это все. Обратите внимание на то, что вот в этом месте нужно указать адрес последнего, кто занимался переводом. И это уже не шаблон, а пустой перевод на русский. Именно на русский. Language.ru. Пустой перевод на русский того приложения, которое мы написали. Сейчас давайте мы даже его переведем сразу, чтобы никому не мешало. То есть, по сути, задача разработчика — это сделать такой шаблон? Да, а задача перевод — не сделать, а обновлять его все время, потому что исходные сообщения же меняются в процессе разработки. А переводчика каждый раз переводить. Да, все так. Ну, вы как думали. А какой? Китайский. Вот. Я не знаю, что у меня тут стоит. Вид, кажется, этот самый Syntastic, это плагин к Vimu, определил, что у меня стоит Babel, и решил, что поскольку я редактирую перевод .po, то он может запустить Babel, и он даже выдал ошибку, смотрите. Syntastic говорит, а вот у вас тут last-транслятор не поправлен. Ну, хорошо, сейчас я поправлю. Это я. Он увидел шаблон. Шаблон нельзя, поставьте туда нормальный адрес. Вот. Хорошо. Итак, мы создали горшочек, шаблон. Мы по этому горшочку с помощью Enita создали первоначальный перевод. Мы перевели. Сейчас этот перевод надо скомпилировать. Мы помним, что вот тут написан некоторый язык. На некотором языке написано, как поступать со словоформами. Мы пока не с множественной формой. Мы пока множественной формы не трогаем. Мы сейчас этот перевод скомпилируем. Вот. Кстати сказать, есть специальные редакторы для ПО, которые с подключением translation memory, с какими-то еще фишками. Вот. Но это все вы увидите, когда будете профессионально этим заниматься. Мы можем и так. Ну и давайте скомпилируем. Что? pbable compile. pbable compile. Ой, минус, минус help. Значит, что он хочет? Он хочет, чтобы мы где, что, кого. Значит, минус D хотим русский. минус D. ПО. А как вообще обычно клиники делают? Вот эти разработчики сразу же продумывают, что мы будем интернациализировать и это размечать так? Смотрите. И так можно и сяк. Чаще всего бывает, что люди сначала пишут безо всякой интернациализации, а потом размечают. Вот. Если у вас лид достаточно вменяемый, он предусмотрел, что так будет, он сразу говорит, дисциплина такая. Любой, значит, сообщеньку, которой сообщенька обмазываем, вот такой конструктор. В любом случае занимается тот же человек, который этот код писал? Ну, вся та команда, которая писала этот код, да. Все разработчики этим занимаются, конечно. Вот. Кажется, я так, что им не нравится? А, mail.ru. Вот. Вот. Мы говорим, что домен у нас прог. Мы взяли перевод с русского языка и перевели его в mo-файл. Вот. Теперь давайте адаптируем нашу программу еще раз, потому что мы еще не сказали, откуда брать переводы. Пока что, как видите, я вместо перевода написал стаб. Вот теперь вместо этого стаба давайте посмотрим, как это сделано в шпаргалке. Вот тут, кажется. Я не вижу слова бабель. Я не вижу слова бабель. А где? А, не бабели гиттекст же, господи. Нет. О, вот здесь есть гиттекст. Давайте перепишем отсюда, что написано здесь. Убираем это подчеркивание позорное. Сейчас оно будет непозорное. Так, значит, берем гиттекст. Фактически мы сейчас выполняем ту самую методичку, на которую я только что показывал по переводу. Дальше мы должны сказать вот такую фразу. Что-то, мне кажется, было очень удобно. Одну секунду. Я помню, что в прошлом году было как-то более удобно все это устроено. Я это случайно открыл, в лекции сказал, а тут не увидел. Во, это 21-й год, а 22-й. Меня интересует 22-й. Такое ощущение, что его нет. Как-то так вышло, что я прочел лекции, не читая в 22-м году. Секунду. Ну, похоже, что нет. Похоже, это везде так устроено, что надо сделать. Вот. А, вот. Вот. Сейчас, секунду. Давайте посмотрим. Есть несколько способов заимпортить. Да. Есть несколько способов заимпортить гиттекст. Вот. Вот, вот как это надо делать. Вот. Значит, давайте. Вот тут мы, смотрите, вот тут мы вручную делаем install в пространство имен, вручную инсталируем функцию getText, взятую из модуля getText. И это потом отражается на всяких синтекс-чекерах. Они говорят, откуда у вас функция getText появилась, ее никто не звал. Вот. А здесь, вот в этом модуле, который я в прошлом году делал, вот, тут все более цивильно. Вот мы сейчас это все и скопируем. Значит, во-первых, только у нас домен у нас называется prog. Каталог, в котором лежат переводы, называется po. Мы видели это. Да. Вот он. Вот mo. po – это исходник, а mo – это бинарник. Пока что мы не занимаемся дистрибуцией, поэтому у нас собраны генераты, лежат прямо рядом с исходниками. Вот. Дальше мы подменяем для удобства соответствующую функцию из объекта translation. Вот. И вот теперь все должно работать. Пробуем. Я вам говорю, что не заработает, но… Ой, я ошибся. Оно заработало. Вот. Вот. Смотрите. По факту наличия вот в этом каталоге, по факту наличия файла с переводом, вот этого, с транслированного, у нас внезапно заработал перевод. Вот. Это не очень хороший перевод, потому что в нем три лепестков и один тоже лепестков, но мы к этому еще вернемся. Все. Прежде чем вернуться к переводу множественных флавоформ, давайте отработаем механизм обновления переводов. Вот. Значит, эту штуку тоже надо перевести. Давайте посмотрим, как ведет себя программа, которой подсунули устаревший перевод. У нас вот здесь вот вызвана функция перевода, а соответствующий идентификатор у нас нету, не скомпилировано. Хорошо себя ведет. Как видите, в ситуации, когда у нас перевода нету, если мы при формировании объекта перевода сказали fallback true, он взял и вместо несуществующего перевода выдал нам исходник. Если бы мы здесь сказали fallback false или не сказали бы вообще, он сейчас начнет ругаться, говорит, у вас перевод неполный. Если написать вот так вот, да, потому что вот эта функция не сработает. Давайте проверим. Ой, нет, сработало. Ну не знаю тогда. Я не помню, зачем нужен fallback true. Давайте посмотрим, потому что мне это тоже интересно. Так, это нам нужен babel, нет, это git text, да, fallback true. Вот. А, если вообще нет перевода соответствующего, если вообще нет соответствующего перевода, если удалить моего файл, вот тогда fallback true поможет. А в случае, когда у вас нет неточный перевод, этим занимается сам git text, вам ничего не нужно делать. То есть вот если мы сейчас удалим, удалим вот эту штуку, вот тогда fallback false выдаст ошибку. дыдыщ. Да. А fallback true просто выдаст вместо перевода исходники. Вот. Да. Ну мы можем обратно сделать. Да. Давайте мы займемся обновлением. Чтобы заняться обновлением, надо слить, надо изготовить новый шаблон, новый горшок, в котором будет больше сообщений, ну, другие сообщения. И слить этот новый горшок со старыми переводами. Ну, потому что у нас содержимое наших исходников содержит новые сообщения, некоторые из них не переведены, некоторые изменились. А переводы у нас есть, но они устарели. Для этого, если мне не изменяет память, надо сделать какой-то мерш. Давайте посмотрим сюда. Extract update compile. Отлично. Значит, делаем снова экстракт. Смотрим в горшочек. Вот там теперь два таких сообщений. Да? Значит, вот это и вот это. Теперь нам нужно слить вот этот новый горшочек с вот этим вот старым переводом, в котором только одна сообщение переведено. Это сделается с помощью update. Пы-бабель. Пы-бабель. Как что? Ну, в смысле? Да, совершенно справедливо. Единственное, что это не просто словарь, там могут быть атрибуты. Мы это увидим сейчас. Плюрелс, форматная строка. Вот такие вот вещи. Вот. Update. Домен у нас, значит, соответственно, домен у нас prog. Входной файл prog.pod. Вот. Кажется, это все. Что сейчас произойдет? Сейчас бабель обновит наш перевод, оставив там те части, которые были, и добавив туда те части, которых нету. Обратите внимание, сработала фаза translation. Поскольку здесь petals in the rows и здесь petals in the rows, нам бабель говорит, слушайте, похожий перевод. Обращаю ваше внимание, что комментарии в гид-тексте, это не бабель говорит, это гид-текст говорит. Комментарии в гид-тексте значимые. Вот эта вот решетка запятая фазе означает, что данный перевод не валиден, он не участвует в процессе переводов. Это только подсказка переводчику. Вот. Такой translation memory из коробки. То есть, если мы сейчас скомпилируем этот файл... А как определится все это? Так кто же не знает? Как это определяется? Почитайте исходники. Я думаю, что они не такие уж страшные. Правда, они на C написаны, это же гид-текст. Но я думаю, что там не так уж сложно. Я думаю, что редакторское расстояние. Если оно достаточно невелико для больших строк, то есть, если процент довольно низкий, то значит, может быть полезно. Действительно этот перевод полезен. Давайте проверим, что если все это скомпилировать, то она все равно не переведет их. Отредактируем перевод. Если просто фазе убрать, то тоже работает. Ну, мы же хотим все-таки, чтобы оно было похоже. Кстати, некоторые хитрые... Не всегда так бывает, но некоторые хитрые эти самые смотрят и говорят, а что это у вас... Там был воспростительный знак, а здесь нету. Или там был исключательный, а здесь нету. Но кажется, здесь это не сработает. Не сработало. Вот. Жалко. Но в некоторых случаях он умеет определять, что значит, что-то не так в переводе чисто формально. Ну вот. Так. Пробуем. Запускаем. Отлично. Следующий акт Малезонского балета. Давайте только закоммитим. Вот. Еще одна вещь, которую важно знать, когда вы ведете translation. Генератом является горшок, генератом является mofile. Эти штуки не хранятся в ГИТе. Генераты в ГИТе не хранятся, соответственно, для того, чтобы... Ну, например, вы можете в gitignore добавить. Да? Мо, звездочка, точка под. Вот. 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 Обратите. Ой. Вот. Значит, соответственно, если сейчас ему сказать clean, clean минус fdx, то он поудаляет все генераты. Потому что, ну, все генераты отмечены как в gitignore. Обновление перевода. Это циклический процесс. Мы снова экстрактим горшок, снова обновляем содержимое ПО, отредактируем, отредактируем содержимое ПО, переводим, компилируем и так по кругу. В процессе разработки возникает необходимость эти самые переводы менять. Значит, да, теперь давайте займемся множественными словоформами. Потому что, потому что у нас, значит, пока что, как мы видели... Ой, а, мы же все удалили. Пока, как мы видели, три лепестков в розе. Вот. Множественные словоформы делаются, как мы помним, из курса прошлого семестра другой функции, которая называется EngedText. Вот. Вот. Как вы понимаете, мы могли бы в нашем этом самом пользоваться не подчеркиванием, а прямо translation.gettext и translation.ngedtext, но мне лень. Поэтому я вот так напишу. Разработка под Linux, там была часть под названием интернационализация. Вот. И мы пользовались тем же самым гид-текстом. Вот все то же самое писали на сине. Вот. В расчете на то, что некоторые здесь присутствующих, а также здесь не присутствующих. А вот, пожалуйста, вот Димка Димка довольно давно привел в чатике, а я не заметил, пример перевода. в автоматический переводчик коробочку для наушников, кейс для наушников, перевел как случай. Вот та самая ситуация. Кейс. Вот. Ну, потому что in case of emergency еще хуже переводить, да, в коробочке опасности. Так вот, берем функцию engettext, которая будет нам организовывать множественные формы. Вот. Подглядим сейчас в шпаргалку, как этот гид-текст применяется. В шпаргалку, в шпаргалку, как применяется engettext. В date time. Вот engettext. Давайте поищем engettext. Вот, значит, как применяется engettext. Вот с этой, у вас в английском языке есть две словоформы, единственные и множественные. Вот. Поэтому вы говорите, что вот у вас число должно быть числом, которое в случае единственной словоформы выдает вот это, а в случае множественной вот это. И применяется к этому engettext. В нашем случае мы берем, заменяем функцию getText, которая подчеркивание, на функцию engettext вот здесь. Вот здесь вот engettext. Ой, что это было? Вот здесь вот. Вот, соответственно, и сколько штук? Я вангую, что для английского оно уже сейчас должно заработать. Вот. Давайте мы это проверим. А. О! Для английского уже работает. Этим занимается, собственно, функция engettext. Она знает, что он для английского языка. Словаформа. Кстати, давайте мы ради интереса начнем с 38, а закончим, ну скажем, там будет 31. Закончим, ну скажем, двадцатью восьми уже. Ой, а что так? А, потому что это не русский язык. Ладно, возвращаем обратно. Вот. Это не русский язык. В русском языке все гораздо интереснее, чем в английском. Ну, как это, вот, что там с русским-то? Давайте, давайте мы займемся обновлением. Значит, что мы делаем? Обновляем экстракт. Да? Новый горшочек, смотрим в горшочек. В горшочке у нас, обратите внимание, множественные словаформы теперь. И, как видите, в русском языке три словаформы, а не две. Он это знает, это, собственно, написано вот здесь. Вот. Три словаформы, а не две. Это мы... Нет, он это не автоматически знает. Это правда написано вот в этой строке. Вот, смотрите. Один, два и три. n plurals равняется трем. Поэтому их тут три. И распределение, в каком случае, какое число. Это такая страшная формула на языке, похожем на хи. Вот тернарные операции. Всё как у людей. Ну вот, соответственно, один лепесток в розе, видимо. Один лепесток в розе. Короче, вот всё не так. Всё вот так должно быть. Да. Ай. Вот. Два, три, четыре лепестка в розе. В зозе. В розе. В зозе. В розе. Вот. Такое маломножественное число. И много лепестков в розе. Давайте проверим. Сейчас сделаем компайл. Сделали компайл. Что-то он его не прочёл. А что я сделал неправильно? А, я фазы не убрал. Ха-ха. Надо убрать фазы. Мы отвечаем за этот перевод. Компайл. О! Вот. Пожалуйста, перевод. Причём давайте мы сейчас немножко усложним программу саму. Давайте мы ей этой программе вот здесь вот вместо рейнджа… Вместо рейнджа передавать всевозможные циферки, чиселки вернее. Чего тебе не нравится? Вот. Вместо рейнджа передавать всевозможные циферки, чтобы определять, сколько там чего. Да? Значит… Ну, давайте попробуем. Ага. Видите, да? В том смысле, что он знает, что F72 – это тоже лепестка, и 121 – это лепесток. Да? Вот. Ну, понятно, да? Это формула. Это всё написано… На самом деле написано вот в этой формуле, которая нам приехала из get-текста. Вот в этой формуле написано вот это вот, собственно, именно оно. Вот. Значит… Напоминаю о том, что… Что? Не знаю. Я думаю, что да, там без разницы. Я думаю, что там без разницы. Давайте проверим. Теперь мы можем проверить. А… Нет. Не работает. А потому… Нет. Ну, слушайте. Понятно, почему не работает? Потому что… Потому что вот это вот… Вот это вот… Вот это вот… Там нету отрицательного числа. Ну да. Там просто… Нерегулярка. Ну, нерегулярка… Ну… Это нерегулярка. Это именно что… Это именно что… А отзарка другого… Да… Я же не могу здесь написать абс. Не могу. Ну, в общем, зверская будет картина, если бы еще пытаться отрицательный сюда вставить. А с дробными… По-русски, если не ошибаюсь, с дробными числами там всегда единственное число. 3,5 лепестка. Один целый… Одна целая… Там… Сто пятьдесят семь тысячных лепестка. Там родительная поддержка всегда. Вот. Я… Сейчас, дайте я подумаю. У нас осталось пять минут. Я как раз их потрачу на одну… На ту же фишку. Да-да-да-да. Димка, Димка говорит, что минус 72 процента 10 – это восемь. И поэтому там оно ошибается. Я не знаю, можно ли здесь пять слов абс. Боюсь, что нельзя. Это вам не питончик. Ну, давайте попробуем. Да-да-да-да-да. Вот видите, он говорит сразу, что ошибка. Не умеет он абс. Ваз. Не умеет он в абс. Чего тебе не нравится? Да-да-да-да. Это надо еще один такой же тернарный оператор. Все это еще в скобочке. Ну что, давайте потратим несколько минут на эксперимент. Сейчас, давай посмотрим, нет у нас чего-нибудь в планах. Если что-то есть в планах, то мы не будем тратить минут на эксперимент. Нет, не будем тратить времени на эксперимент. Нет, я думаю, что я смог бы сделать такую же штуку, как вот здесь вот в сишном файле. Для этого нам нужно, во-первых, добавить… Значит, в чем идея была в прошлом году? Я понял, что единственное число в русском языке может быть без указания номера. Просто лепесток в розе. Привет, мир, а не один мир. У нас получается четвертое словоформа строго единственного числа. Но в этом случае мы должны переписать программу таким образом, чтобы у нее, значит, вот этот параметр, ну, то выводился, то не выводился. Слава богу, функция printfc умеет, когда у него в форматной строке не столько параметров, сколько ей передано. В питоне это как-то по-другому делается. Не будем экспериментировать, потому что я к эксперименту не готов. Давайте договорим про инструмент. Итак, помимо сообщений можно переводить и всякие другие элементы локали. Вот, например, monitory или, например, numeric. Но обычно переводят сообщения. И об этом нам как бы прозрачно намекает на это getText, говоря о том, что вот здесь, вот смотрите, что мы перевели именно LCC Messages. Язык, тип переводимого объекта, домен, точка.mo. Вот, значит, в нашем проекте, в итоговом, мы чуть-чуть по-другому будем работать с этими локалями, но там все будет тоже хорошо. Вот, просто этот путь придется вынимать из пути, где лежит ваш модуль. В принципе, если вы не хотите пользоваться Vim, то есть некоторое количество программ, которые умеют редактировать ПО. Вот, например, ПО едет, он такой страшный. Да, многие DE-шки-то умеют там, ПЧАРМ ваш любимый, но и нелюбимый тоже очень умеют. Плагинчик Quima называется вот так. Что я не показал, но сказал вначале, еще раз упомяну, перевод картинки очень простая вещь. Это перевод имени файла с картинкой. Вы кладете просто несколько картинок с разными именами. Да, одна из них русская, другая там английская. Вот, значит, про фази я рассказал. Вообще относитесь с уважением к флагам, которые вам геттекст пишет в значащий комментарий, потому что они что-то значат. В частности, он умеет распознавать, я не удивлюсь, если он научился распознавать и в стринге уже, но возможно нет. Это я уже говорил, про память переводов говорил. В Бабель нету поддержки памяти переводов как таковой. Но если у вас есть возможность использовать геттекст, у геттекста есть специальная утилита MSG Merge, которой можно подключать более чем один перевод в исходные. То есть вы говорите, вот я хочу слить вот эту вот память переводов со своей сообщенькой. Вот, MSG Merge. Кажется, нету, давайте посмотрим. Вдруг есть у Бабеля. Нет, нету, только compile, extract, init и update. Если бы у апдейта был ключ добавить память переводов, был бы очень клёво. Кстати, интересная задача – добавить память переводов в Бабель. Домашнее задание состоит в том, чтобы начать перевод значащих строк в вашем проекте, то есть произвести его интернационализацию и хоть какую-нибудь локализацию. Если у вас уже очень-очень много строк, локализовать всё не надо. Но чем тщательнее будет сделана эта самая локализация, тем у проверяющих будет лучшее настроение. Не забываем, что MO – это генерация, POD-файл – это, скорее всего, генерация, то есть он не нужен как таковой. Ну и вот. Вопросы? Если вопросов нет, то тогда всем спасибо на сегодня. В следующий раз у нас тесты, я почти уверен в этом, тестирование. Опять-таки, из всего, да, скорее всего, тестирование будет в следующий раз, из всего многообразия того, что может пониматься под словом тестирование, будем заниматься только юнит-тестингом. Ну и если у вас есть там… Ну, короче, вот с такими вещами. Ну вот, всё, тогда всем спасибо. В следующий раз тестирование. Значит, да, я постараюсь на этой неделе, но не уверен, отреагировать на все заявки по семестровым проектам. Ну и на этом, видимо, всё. Редактор субтитров О.Г girls